В этом году на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках областной целевой программы было выделено более 112 миллионов рублей. Итоги всех пяти конкурсов подведены, результаты известны. Организаторы не скрывают, что требования к участникам и предоставленным документам были достаточно серьезные. Суммы компенсации по некоторым направлениям приближались к 20 миллионам рублей. Балтийский завод металлоконструкции принимает участие в конкурсе впервые. Успешно. Сейчас здесь ждут компенсацию от государства в размере 5 миллионов рублей. В этом году мы приобрели довольно-таки большое количество техники, специальной строительной техники для выполнения наших работ. Монтажных, специальных и общестроительных работ. Поэтому приняли решение поучаствовать в конкурсе на субсидирование лизинговых платежей и затрат на основные средства. И, как видите, итоги стали одними из победителей этого конкурса. Всего в этом году на конкурсе по региональным программам поддержки малого и среднего предпринимательства поступило 149 заявок. Это почти в половину меньше, чем год назад. Понятно почему. Денег из федерального и областных бюджетов на эти цели было выделено гораздо меньше – 112 миллионов против прошлогодних почти 181. Компания «Обсервер», которая производит и ремонтирует реабилитационную технику для инвалидов, в подобных конкурсах участвует уже в третий раз. И трижды оказывается в числе победителей. Ну, я считаю, это такой очень честная поддержка, потому что, когда у тебя работает на самом деле 8 человек-инвалидов-колясочников, ну, ты несешь определенные расходы для того, чтобы оборудовать места, сделать специальные условия для них и так далее, но это такая приятная компенсация. Направления господдержки в основном остались те же – социальное предпринимательство, проценты по кредитам, лизинг, модернизация. Кроме того, впервые в этом году в отдельный конкурс были выделены промышленные предприятия. Из регионального бюджета им будет возмещена часть затрат до 20 миллионов рублей на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию. Четко сегодня понимаем, что уровень софинансирования со стороны федерального бюджета будет сокращаться. Это уже нам понятно. И понимаем, что предприятия все нужно поддерживать, нужно внедрять иные механизмы по финансированию промышленных предприятий. Наверное, это была одна из основных причин, почему было принято решение открыть этот конкурс. Требования ко всем участникам были достаточно жесткие. Учитывали средняя заработная плата на предприятии, количество предоставленных рабочих мест, отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом, экономическая эффективность проекта. Ноу-хау этого года – проведение голосования в режиме онлайн по четырем конкурсам. Впервые в Калининградской области мы попытались разработать и применить электронно-цифровой формат проведения данной процедуры в онлайне, с использованием интернет-ресурса. Практики и каких-либо прецедентов на сегодняшний день не было не только у нас, но и в остальных субъектах. Именно это нововведение позволило сделать процедуру голосования максимально прозрачной, исключить давление на членов жюри, работавших под присвоенными номерами, и конфликт интересов. Выделенные государством средства победители конкурсов смогут получить уже в ближайшее время.